Одну вещь я заметил. Вы знаете, что бывает так, что человек, допустим, муж для жены или жена для мужа, или какой-то правитель, начальник, может быть это служитель в церкви, да, он может быть в серьезном уважении. Его уважают, к нему хорошо относятся, ровно до тех пор, пока он не начинает говорить правду в лицо или как-то обличать, может быть, какие-то вещи неудобные говорить. Я вот вижу в Библии, что пророки, было время, когда пророков очень сильно уважали. Ну вот я вижу, что к ним приходили, к ним обращались, но потом что-то резко менялось, и этих же пророков, эти же люди сильно очень гнали. Мы видим в жизни Иисуса Христа что-то подобное было, правда? Его принимали, его восхваляли, но проходило короткое время, и его уже ненавидели. Люди неверующие говорят, от любви до ненависти, да, там один шаг, я думаю, что не от любви до ненависти. Я думаю, что если человек так быстро меняет отношение к другому человеку, там и не было любви. Вот это более истинное положение дела. Потому что человек, который любит, он любит во всякое время, так говорит Библия. Аминь или нет? Во всякое время. И если, допустим, тебе человек делает что-то приятное и хорошее, ты его любишь. Но если ты по-настоящему его любишь, даже если он что-то делает тебе больное, ты все равно его будешь любить. Вот это настоящая любовь. И, конечно, в Писании очень много об этом говорится. Если изучать Библию и быть внимательными, то мы проследим и увидим это. И вот сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию, чтобы мы вместе прочитали, порассуждали над одним текстом, который записан в 4 книге Царств, 6 и 7 глава. Мы будем читать там выборочно стихи. Это известная история, но как обычно в моей жизни происходит, что я читал до определенного момента, история заканчивалась, и я говорил Аминь, Слава Господу, как в ситуации с Гедеоном. Я всегда думал, что Гедеон – это такой герой веры, это такой благословенный муж, и там у него все хорошо, он закончил, все нормально. Но как-то раз мы были на домашней группе, на самом деле я увидел, как Господь, Бог, немножечко меня глубже подтолкнул в размышлении этого вопроса, и я увидел, что Гедеон-то на самом деле закончил. Это не очень-то хорошо. Ну, не он как личность, а вот именно его служение или то, что он делал. И сейчас не об этом я хочу говорить, я хочу говорить о том, что мы должны читать, мы должны внимательно, и очень часто Господь побуждает нас идти немножко дальше. Понимаете, да? Идти немножко дальше. И вот сегодня мы дальше шагнем и посмотрим, что случилось с этими людьми, о которых мы будем читать, и почему так произошло. Итак, 6 глава, с 8 стиха. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то месте, значит, расположу свой стан, и посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись проходить этим местом, потому что там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там ни раз и ни два. И встревожилось сердце царя сирийского, ну, скажем, царь сирийский – это враг, да? То есть, понятно, мы здесь не о царях сегодня будем говорить, мы будем говорить о нас и о нашем враге, который пытается нашу душу погубить, который пытается всячески нашу жизнь разрушить. Понимаете, о чем речь, да? Так вот, враг израильского народа встревожился, как мне нравится это слово, да? Враг встревожился, слава Господу, вам не нравится это? Враг встревожился, пусть он там тревожится, правда? Пусть он тревожится и тревожится, но для этого мы должны что-то сделать. Мы должны слушать кого? Господа Бога и поступать по воле Его. И тогда враг будет тревожиться. И вот враг встревожился по этому случаю и призвал своих рабов и говорит, скажите мне, кто из наших в отношениях к старем израильским, кто нас выдает? Вот где бы мы засаду не поставили, они все знают. Где бы мы не поставили ловушку, там все им известно. Что случилось? Почему так? И сказал один из слуг Его, никто, господин мой, из наших не в сговоре. А Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Слава Господу. Хорошо быть таким пророком, правда? Которому Бог приходит и на ушко говорит вещи, которые никто не знает, какие-то тайны. Которые спасут кого-то, нацию, народность или, может быть, церковь уберегут. Слава Господу. За таких людей. И таких людей надо любить, ценить, ни в коем случае не прогонять от себя. Я как-то уже об этом говорил, что хорошо иметь пророка рядом, настоящего истинного пророка, потому что он от многих бед тебя сбережет. Слава Иисусу. И он пересказывает, он говорит. И сказал он, пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали, вот он в Дафаиме, в городе. И послал туда коней и колесниц и много войск. На одного человека, да? Много войска туда послал. И пришли ночью и окружили город. Вот слово окружили, я хочу, чтобы мы на нем тоже его запомнили, потому что еще чуть дальше мы будем читать, мы увидим, что опять там была осада, и враг он любит окружать. Ну, осада. Осада это его любимый метод. Чуть дальше об этом поговорим. И послал туда коней, им большое войско, окружили город. Утром служитель человека Божьего встал и вышел, и вот войско вокруг города. И кони, и колесницы. Это место мы часто читали, много об этом говорили. Я лишь хочу его прочитать, немножечко задержаться, но основная мысль будет дальше. Поутру служитель человека Божьего встал, и вот он видит большое войско вокруг города. И сказал ему слуга, господин, увы, господин мой, что нам делать? То есть отчаяние пришло, как часто бывает у нас, правда? Когда проблема, беда окружила нас, когда со всех сторон все давит, когда все говорят, что все плохо, когда все говорят, что все, у тебя нет шансов никаких на спасение, на улучшение жизненной ситуации. И вот вроде бы направо смотришь проблема, налево смотришь беда, назад смотришь, там паника какая-то случилась, впереди нет вообще спасения, нет надежды. И вот он говорит, что нам делать? И сказал он, хорошие слова, правда? Не бойся. Вот я хочу сегодня к вам обратиться с этими словами. Не бойся. Почему не бойся? Брат, сестра, тебе говорю, не бойся. Ты слышишь это слово сейчас? Потому что я знаю точно, что сегодня кто-то из нас здесь сидящих имеет страх. Страх перед какой-то ситуацией, страх перед какими-то обстоятельствами, перед болезнью. Нет, нет разницы. Этот враг, он разноликий. Там и колесницы, там и пешие войска, там разные-разные-разные проблемы. И вот он говорит, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, больше, нежели тех, которые с ними. Слава Иисусу! Можем сказать, нет? Слава Господу! И вот этот слуга посмотрел по сторонам, никого, конечно же, там не увидел, и думает, что с Елисеем случилось такое? Как, кто с нами? Кого с нами больше? Но понимает, конечно же, где-то в глубине сердца, что это человек Божий, что, может быть, что-то знает он больше, чем знает этот человек. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он видел. И открыл Господь глаза ему, слуги этому. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, кругом Елисея. Слава Иисусу Христу! Верующий человек, который живет по воле Божьей, который служит Господу, который хранит свое сердце, старается служить Богу, всегда вокруг него ангелы хранят его. Аминь! Я верю в это. На основании Библии, даже ни одного этого места, очень много их в Библии, которые подтверждают и говорят, что Бог всегда хранит своих. Слава Иисусу! И даже если твои физические глаза не видят этого, помолись и скажи, Господи, открой мне глаза, дай мне видеть то, что ты сейчас делаешь в этой ситуации, в моей жизни. Почему это происходит? Для чего и как? И вот он помолился, и открываются у него глаза, и он видит, что много колесниц, коней огненные вокруг Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию, самое сердце израильского народа. Ну, в принципе, туда, когда они хотели попасть. Ну, как бы все сошлось, да? Они пришли в Самарию. И когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, Господи, открой им глаза, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. Представьте, да, ситуацию? Просто моделируйте, как это произошло. Представьте, они идут, 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 приходят, и вокруг все. Они уже в самом центре, вокруг, значит, израильский народ, кому они хотели причинить вред. И сказал царь израильский, вот этот стих я хочу, чтобы мы тоже запомнили, чтобы дальше мы его еще раз вспомним. И сказал царь израильский Елисею, то есть царь пророку говорит, смотрите, какие слова. Не избит ли нам их отец мой? Как он к нему обращается? С уважением? А? Уважительно, да? Ну, представьте, да, такое благословение для него. Вот он, враг, пришел. Вот мы сейчас можем их всех убить, и все, и врага нету. И он говорит, не избит ли нам их отец мой? А он ему говорит, не убивай, не воздавай злом за зло. Часто к нам к пастрам приходят люди, говорят, как мне поступить вот с этой сестрой, которая там меня проклинает? Как мне поступить с моим родственником, который пытается там что-то сделать? А как мне поступить вот с этим, которому я занял, он мне не отдает? И говорит, что, ну, типа, все, иди, я тебе ничего не отдам. Что делать? И часто приходят люди, ну, из вас, и задают нам такие вопросы. А мы что говорим? Мы говорим по Писанию. Прощать, любить, благословлять. И кто-то, ну, как бы принимает, вижу, а у кого-то прям сердце сжимается. Ну, как это так простить? Ну, как благословить? И вот этот царь говорит, может быть, их убить, понимая, что сейчас, конечно, их надо убить. Это враг. Если мы сейчас их отпустим, что произойдет дальше? Они наберутся силы, опять придут на нас. Зачем это нам нужно? А пророк Божий говорит, не убивай. Разве мечом твоим или луком твоим ты пленил их, чтобы убивать? Предложи им хлеба и воды, и пусть кушают, и едят, и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели, и пили, как написано в Библии, накорми врага твоего, да? И отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчаса сирийские в землю Израилеву. И вот тут я, как бы, всегда останавливался, проповедовал на это место, точка стоит, и я говорю, слава Господу, не ходили больше они туда. Слава Иисусу. И верующие все говорили, слава Богу. Все, враг побежден чем? Добром. Ну так можем мы сказать, да? Враг побежден добром. Их не убили, не побили, хлеба им дали, воды дали, накормили, отпустили, они не слепые, все у них хорошо, и вот они ушли к своему государю и не ходили более. Но есть 24 стих, очень интересный, смотрите. После этого собрал Винодад царь сирийский, да? Все войско свое и выступил, и осадил, что? Самарию. Опять в окружение взял. Враг, вот что я хочу сказать, чтобы мы поняли раз и навсегда. Враг души человеческой, с ним невозможно договориться, с ним невозможно подружиться или там как-то, какой-то диалог вести такой, или как сказать, перемирие. Нет. Враг, он остается врагом всегда. Он всегда будет нашим врагом. Понятно, что я понимаю некоторых верующих, себя иногда я понимаю, когда настолько теснят обстоятельства, когда настолько трудно и тяжело, и долгое время, что ты уже думаешь, ну вот враг отошел, и тебе чуть передышка, и ты думаешь, фу, ну слава Богу, ну вот так бы вот было бы, пусть он там даже где-то рядышком, ну все, вот лишь бы только меня не трогал. Понимаете, да? Писание говорит четко и ясно, что враг, он никогда не станет другом. Враг души человеческой, он всегда будет врагом, мы должны это понимать. И вот он опять выступил, опять осадил, и был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослинная голова продавалась за большие деньги, и четвертая часть каба голубинного помета по пяти сикли серебра. То есть очень большой был голод, большая беда в том государстве. И однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, помоги, господин мой царь. И сказал он, «Если не поможет тебе Господь, чем я тебе могу помочь?» И сказал ей, «Что тебе?» Она говорит, «Вот эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра». Нам сейчас сложно это понимать, вот о чем я читаю. Но на самом деле, такие времена были не только в то время, в том, ну, с тем народом. И у нас в стране были подобные вещи, когда тоже ели, и людей ели, и крыс ели. И это на самом деле страшное время. Сейчас мы живем, слава Богу, ропшим на правительство, ропшим на то, что у нас не хватает. Но все холеные, все такие, знаете, я смотрю, что и кушаем хорошо, и отдыхать ездим. Так что надо покаяться сегодня многим из нас, и попросить прощения за ропот, за недовольство. Потому что бывают времена намного тяжелее. И сегодня есть страны и народности, которые живут намного хуже, в тысячу раз хуже, где дети умирают от голода в наше время. И вот эта женщина, она говорит, давай твоего съедим сына, завтра съедим моего. Она говорит, хорошо, она согласилась, сварили сына, съели. А на следующий день она говорит, давай твоего будем есть. Она его спрятала и не отдает. И царь, выслушав слова этой женщины, он не вступился, он не начал там решать этот вопрос, да? Там, отдай сына, ты же обещала. Нет, он ее за слова не ловил. Смотрите, что происходит. Царь, выслушав слова этой женщины, разорвал свои одежды и проходил он по стене. И народ видел его в речище на самом теле его. То есть он горем был убитый. Он просто был, ему было настолько тяжело. Знаете, от чего? Он понимал, что его народ, вот те люди, они дошли уже до пика. Они уже своих и детей едят. И что происходит дальше? 31 стих. И сказал он, пусть то и то сделает мне Бог и еще больше сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова на нем сегодня. Может побить их, отец мой? Недавно он так говорил, да? К пророку обращался. Отец, может побить нас? Нет, не надо. Ну ладно. Накормить? Да, будем кормить. Отношения у него с пророком были. Пришли трудности, пришли проблемы, немножко поддавило, ситуация изменилась, и он уже все в гневе, в ярости говорит, вот сегодня я голову сниму с пророка. Кого винить в наших проблемах и бедах? Кого винить? Ну это вы знаете правильный ответ. А кого часто виним-то мы? Кого угодно, но только не себя, если быть честным. Вы знаете, что израильский народ и мы с вами никогда не попадаем в засады, в окружение врага, бед, проблем, ни в какие там западни, в плен какой-то греховный или там финансовый какие-то, какую-то кабалу. Мы никогда не попадаем просто так. И израильский народ, он никогда не уходил в плен, его никогда никто не пленил, просто так. Вот они были верующие, они Бога славили, они были верны Богу, и вот в тот момент что-то в их жизни происходило. Нет. Это происходило тогда, когда они отступали от Бога. Это происходило тогда, когда они свое сердце начинали делить с кем-то. Это происходило тогда, когда они начинали поклоняться другим богам и так дальше. Когда они охладевали в вере. Вот тогда это происходит. Так вот, в твоей и в моей жизни приходят подобные вещи не просто так. Они приходят для чего-то, чтобы тебя вразумить, к чему-то подтолкнуть, чтобы ты задумался, покаялся, от чего-то отказался и так дальше. И вот в этой ситуации оказался царь, его народ. И он говорит, кто виноват? Конечно же не я, а кто виноват? Вот пророк есть. Пастор виноват, лидер домашней группы виноват. Вот это же он нас учил, что надо прощать. Вот я простил и что? И что дальше? И человек всегда ищет виновного. И конечно виновный всегда тот, кто не может дать сдачи. Самый безобидный человек. Это пророк. Но знаете, за что я благодарю Бога? Что за пророков всегда вступается Господь. Нам не нужно отстаивать свою правоту, нам не нужно отстаивать какие-то свои там, защищать себя. Если ты пред Богом чист и праведен, то Бог обязательно вступится. Аминь? Аминь. И вот значит там уже проблема. Елисей говорит, вот уже шаги. Сидит со своими друзьями, разговаривает. И вот шаги уже идут за мной. Там интересная мысль для другой проповеди. Говорит, прижми его дверью. Он совет дает своему другу. Придержи его немножко. Подожди. Ну может быть, Елисей говорит, сейчас я помолюсь ответа Господа. Ну выпрошу, да? Ну время нужно было немножечко. И он говорит, ты его придави там дверью, чтобы он не зашел. Ну так написано. Интересно. Это может быть на следующий раз оставим. И вот что происходит. Седьмая голова. Смотрите, интересно. Пик трудностей. Все. Настолько тяжело стало израильскому народу, что уже невыносимо. Уже невозможно уже. И вот Господь говорит, смотрите. Первый стих. И сказал Елисей, выслушайте Слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. Они этого не видели уже давным-давно. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался. Это человек, который был приближенный к царю. Помощник его. На которого царь мог опереться. И вот этот сановник говорит. Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал ему пророк. Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. То есть этот сановник, он поставил под сомнение что? Слово от Господа. Вот здесь есть большая опасность. Братья и сестры, друзья, я к верующим обращаюсь. Когда ты слышишь слово от Господа, когда ты читаешь Писание, когда Бог говорит в твое сердце, никогда не ставь под сомнение его слово. Даже когда ты не понимаешь, как, если Бог говорит, я это сделаю, никогда не говори, как. Тебе какая разница, как. Важен результат, что он это сделает. Аминь или нет. Господь тебе говорит, ты молишься 10 лет за своего мужа, пьяницу, или там за больного своего сына, или может быть за наркоман. Ну, не важно, ты молишься за какую-то ситуацию. И Господь тебе говорит через проповедь или через слово, которое ты читаешь утром, он говорит, что будет исцелен, будет спасен. Как, Господи? Я вам сдаю совет, это неуместный вообще вопрос. Какая тебе разница, как. Под словом, как, мы подразумеваем, а может ли быть это. Верь, доверься. Доверься Господу. Понятно, что бывают ситуации, когда мы говорим, как тот молодой человек говорит, Господи, верю, помоги моему неверию. Бывает и такое, конечно. Мы же не можем придумать веру, если ее нету, да. Но доверься Господу и не провозглашай какие-то вещи странные. Скажи, Господи, да, я доверяю тебе. Не знаю, как, но ты сделаешь. Все. Под сомнение ставится слово Божье. Это очень сильно может навредить нашей жизни, нашей с вами жизни. И вот этот человек поставил под сомнение слово Божье. И ему идет уже, ему лично в жизнь слово. Так или нет? То есть сначала откровение шло ко всему народу, да. И тут человек, он же правая рука царя, ему же надо свои там вставить 3-4 копеечки. И вот он вставляет это слово, и тут же ему идет слово лично в жизнь. И говорит, по-разному мог подействовать. Он мог расположить сердце царя сирийского, они бы пришли и сказали, царь израильский, все, мы осаду снимаем, мы поняли, мы вразумились, прости нас. Мы вот совсем недавно только слепые здесь ходили, ты нас накормил. Что с нами случилось, мы даже не поняли. Прости нас, вот на тебе еду, на тебе все, мы уходим. Мог так Бог сделать? Мог. Как еще мог? Да тысячи возможностей у Бога есть, правильно, как сделать? Но Бог почему-то делает совершенно, смотрите, иначе. Четыре человека прокаженных находились при входе в город, перед воротами. И говорили они друг с другом. Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то так же умрем. Пойдем лучше в стан сирийский, в стан врага. Если оставят нас живых, будем жить. А если умертвят, то умрем. Что там смерть, что там смерть, что там смерть. Терять нечего, прокаженные еще, к тому же. И они встали, значит, в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Шестой стих. Господь сделал так, что стану сирийскому, послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. Четыре прокаженных идут. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. Бежим! Встали и побежали в сумерки. Оставили свои шатры, коней, одежду, ослов своих. Весь танк, как он был. И побежали, спасая себя. Люди не могут вразумиться. Совсем недавно, по слову Елисея, они ослепли. Бог помиловал. Вразумись. Не иди против Бога больше, да? Как-то вот, ну, взвесь все. Нет, смотри, упертый. Ну, враг души, понимаете, враг, он есть враг. Опять идет. И тут у них галлюцинации начинаются какие-то слуховые, да? Ну, что-то подобное. Они слышат, вот, не знаю, что там они ели, что пили. Ну, не знаю, как это произошло, как это Господь сделал. Ну, вот они сидят там, встань, они чувствуют себя крепкими, сильными. У них есть что покушать. Они понимают, что израильский народ уже все настолько, он уже ослаб. Вот скоро они сдадут нам город. И тут они слышат, войско великое, сильное, скачет, конница. Представляете, какой наш чудесный Бог? Просто берет ничтожное, берет вот прокаженное какое-то там. Ну, ладно бы там белки бы поскакали бы по этим, по деревьям бы, им бы это показалось, что там деревья шумят, войско. Вот он берет именно прокаженных. Вы не задумывались, почему вот так Господь делает? Да он показывает, что для него даже вот, даже камень может заговорить. Он берет ничтожное и совершает свою великую работу. Слава Богу. И вот эти прокаженные, значит, идут. Бог совершает свою великую работу. И эти все враги, они убегают. И пришли те прокаженные, там дальше еще есть, смотрите. И пришли те прокаженные к краю стана и вошли, в один шатер входят. Но им-то что терять уже, да? Поели, попили, все хорошо. Взяли оттуда серебра, золотишко, одежды, приоделись. Не знаю там, как они, радовались, наверное, правда, да? Представьте, чудо какое, везде голод. Вот, не видели еды, а тут вот, пожалуйста, такие благословения. Пошли еще в другой шатер зашли и там взяли. Пошли, спрятали там себе немножечко. И вот знаете, что мне нравится? Мы должны научиться у этих прокаженных тоже чему-то. И сказали они друг другу, между собой они рассуждают и говорят, не так мы делаем. Было у вас такое, когда ты что-то делаешь, и Божье благословение кружит твою голову. Не было такого ни разу? Господь так сильно благословляет тебя, ну, в чем-то, да? И твоя голова начнет кружиться. И ты начинаешь делать уже не так, как нужно. Вы слышите меня, о чем я говорю? Это очень серьезная вещь. Потому что я видел, встречал, к сожалению, таких христиан, которые настолько сильно закружились от благословений Божьих, от того, что им привалило, что не справились. И кого-то даже сегодня в живых нету. А кто-то опять на притонах где-то. И вот эти люди, они что-то, 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 сначала они, конечно же, с голоду, с голодухи набрали, но потом они между собой говорят, мы не так делаем. День этот, день радостной вести. Для кого радостная весть? Только для них? Конечно, нет. А Божье благословение, которое пришлось с небеса, оно радостная весть только для нас или нет? Конечно, нет. Что мы должны делать? Мы должны идти и рассказать всем. Есть пища духовная. Люди, не умирайте с голоду. Не умирайте, люди, с голоду. Есть, есть. Вражеский стан, который взял в плен то благословение, которое Господь нам дал. Господь освободил, и оно доступно нам сегодня. Слава Иисусу Христу. И они говорят, пойдем скорее, донесем царю, уведомим об этом царский дом. Пришли и позвали привратников городских. И рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский. И вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им. То есть, что делать? И позвали привратников, и они передали весь весту в дом царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим, скажу вам, что делают с нами сириане. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из тана, чтобы спрятаться в поле, думая так, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. Ну, такая вот паранойя периодически нападает на нас тоже. Такие вот мысли. Что везде предательство, везде подвох. Хочу тебя благословить, брат, финансами. Вот на, благослови тебе, Господь. Ты уже думаешь, в чем подвох. Я так пришел в церковь, я тоже думал, искал подвох. Но я тогда не верующий был. Но почему ты верующий человек, до сих пор ищешь подвох в чем-то? Когда Господь тебе что-то совершает в твоей жизни, куда-то призывает, что-то говорит в твою жизнь, почему до сих пор ты думаешь, что где-то подвох? Не знаю, задумайся. И вот этот царь, понятно, что он настолько был испуган, настолько был запрессован вот этими трудностями, обстоятельствами, что, конечно, ему не верилось. Вы представьте, да, какие-то прокаженные пришли, что-то рассказали, и, конечно, ему не верилось. И отвечал один из слуг, слава Господу, что у нас есть не только те, которые вопреки Слову Божьему что-то говорят в нашей жизни. Вы знаете, что в нашей жизни тоже есть люди, вот как этот сановник, советники такие, горе-советники, в кавычках, которые постоянно вопреки, вопреки говорят Слову Божьему, вопреки воле Божьей. Но есть и люди, которые, ну, здравые вещи говорят. И вот он говорит, что пусть возьмут пять из остальных коней, которые остались в городе, из всего ополчения израильского. Представьте, только пять осталось из всего ополчения. Беда вообще. И пусть пошлют их туда. И посмотрим. И дальше он говорит, что какая разница, если они туда придут, и там засада, их пятерых убьют. Ну, здесь они от голода умрут. Нам уже терять нечего. Пусть они идут и проверят. И взяли две пары коней, запряженных и колесниц, и послал царь вслед сирийского войска, сказав, пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана одеждой и вещами, которые побросали сириане. Представьте, какая там была паника, просто страшная. Они бросали все по дороге, чтобы, может быть, какая-то вещь, скорость замедлит, наверное, из-за этого. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ и разграбил стан сирийский. И была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, чтобы он там, видать, присмотрел за порядком, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Так и сбылось. Слава Господу. Хочу сказать, что Слово Божье, оно всегда сбывается. Аминь. Какое бы оно ни казалось нам абсурдным, там непонятным, оно все равно сбудется. Неважно, веришь ты, не веришь. Но если ты становишься на сторону сановника, и ты ставишь под сомнение, тогда беда. Лучше бы верить в Слово Божье, что оно обязательно сбудется, и тогда получишь благословение. Аминь или нет? Слава Иисусу Христу. Мы должны верить в то, что наш Бог сильный, наш Бог живой, Он всемогущий, и Он даже из ничтожного делает что-то великое. Слава Иисусу Христу. Для Него нет пределов, нет грани, мы ограничены. Но Бог наш не ограничен. Слава Иисусу Христу. Он берет, и знаете, у Него юмор даже есть, у Него есть, ну такой, знаете, как, у Него есть, ну такой, как, не могу подобрать слово, Он очень чудный Господь наш, Слава Иисусу Христу. Он благословенный. Он делает все так, что там даже не может подуматься и представиться. Слава Иисусу Христу. И вот мы видим на основании этой истории, вот в этой, вот в этой вот чудесном избавлении от голода, что Бог, Он никогда не оставляет. Даже когда народ оставляет Господа, забывает о своем Господе, Бог Он никогда не забывает. Даже когда Он допускает какие-то трудности в нашу жизнь, что-то подобное приходит, чтобы нас вразумить, наставить или научить, Бог даже тогда уже у Него есть план спасения, как вывести и потом дать благословение. Слава Иисусу Христу. И самая, конечно же, главная мысль, помните одно, что не должна у нас голова кружиться, когда мы получаем Божие благословение. Мы должны всегда Господа прославлять, и должны думать не только о себе, но думать и о других. Аминь? Аминь. Помните также еще одну вещь, что враг, он всегда остается врагом. Не нужно искать с ним никаких компромиссов, не нужно с ним там договариваться. Враг, он должен быть что? Он должен быть вне твоего стана, вне твоего города. В нашем городе, в нашем сердце, в наших домах должен быть только Божий мир, Божья воля, Божье благословение и Его Слово. Слава Господу. Пусть Бог благословит нас. Давайте встанем, будем молиться.